Доброе утро, наш необъятная родина! Мы очередной раз проснулись вместе с тобой, чтобы превратить твое в жизнь в праздник. И сделали мы это, обсуждая, готовясь обсуждать тему доктора. Я феномен, особенно этот вопрос актуален, глядя на Сергея Рябухина, потому что у него что-то с рукой. Это говорит Федя, который мне только что вот это сделал. Типа, вот это вот, сделал, говорит, помолчи немножко. Я молчу больно, да. Хорошо, наконец-то я нашел способ, как разобраться с Сергеем. Да, наш необъятная родина, мы обсуждаем сегодня, будем обсуждать сегодня разнообразные способы выйти за пределы человеческого сознания или человеческого тела. Вот сделать, как сделать этот шаг для того, чтобы быть сверхлюдьми? У тебя есть какие-то рецепты? У меня есть вопрос, а надо ли его делать этот шаг? Дело в том, что его все делают, и как-то глупо отставать от бегущего паровоза. Но я не хочу вот этого. Нет, но это на самом деле, это, вот я не знаю, откуда это появилось, да, вот эти вот такие загибания пальцев. Может быть, тебя мучили родители в детстве? Нет, нет, все в порядке, это я сам научился. Но, допустим, вот есть люди, которые стремятся попасть в книгу рекордов Гиннесса. А вот, допустим, Николай Ефремов 90 часов подряд делал массаж разным людям, наверное, да, и не в течение одного дня. Попал в книгу рекордов Гиннесса, лег спать, после этого через 8 часов проснулся и продолжил заниматься своим делом. Там сверхчеловек, ну вот еще, допустим, вот 47 тысяч долгожителей в Японии, отметивших 100-летний юбилей, мне кажется, тоже. Очень круто, да. Мне кажется, там уже сверхлюди, которые не доживают до этого юбилея. Как-то так получается, нет? Я сейчас тебя совсем не понял, но дело в том, что у нас вместе еще... Блажут. Они отметились в юбилеи, да. А, у нас есть ролик в прямом смысле про Супермена. Давайте посмотрим. Едешь ты, едешь по кольцевой, а тут у тебя... Опа! Главное, нет нормального. Мы будем говорить эту фразу? Не пытайтесь повторить это в своем автомобиле. Ну, в принципе, это не очень сложно, поэтому... Ну, если боязно, то не повторяйте. Давайте не боимся. Нет, все-таки давайте попадать в фигу рекордов Гиннесса или нелепостей другим способом. Да. Хотелось объяснить, кто такие сверхлюди? Сергей. Это образ, введенный философом Фридрихом Ницше. В трактате так говорил Заратустра. Он говорил о том, что есть такой тип людей, которые по своему могуществу должны превзойти современного человека, как современный человек превзошел обезьяну. Альцошпрах Заратустра. Яш, 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 найн, яш. Все, кто смотрели, что, где, когда знают, о чем идет речь, там в начале вот мелодия, это из как раз... Ну, и, наконец, надо привести примеры. Если вы думаете, кто же такой сверхчеловек, вот Цезарь, Македонский, Наполеон, это вот... Цезарь, Македонский? Это сверхлюди. Да, люди, которые изменили ход времени, люди, которые, повторюсь, преодолели свое тело, преодолели свой мозг. Последнее я хотел бы, особенно, конечно... Вынесли его, то есть, да? ...наблюдать. Это уж как повезет. Ну что же, наша необъятная родина. Мы сейчас прервемся на ценную информацию. Ты, тем временем, напишешь нам письмо на адрес утрсобакопедифистово.ру или же позвонишь по телефону 8 800 3 5 10 85 и оставишь свое соображение на тему наших будущих программ. Ну а после ценной информации, которая прилетит, как всегда, предательски быстро, в нашей студии появятся люди, которые могут со своим делом делать такое... И телом. И телом. Спасибо большое, Сергей. Я думал, никто не заметил. Помогаю тебе делом. Да, ты все с тобой в разведку хорошо идти. Да, так вот, в общем, мы продолжим с настоящими йогами. Я поправляюсь. Вы видите, что в студии у нас прибыло. А это значит, что? Это значит, к нам пришли в гости профессиональные преподаватели йоги Марина Мироненко и Михаил Моисеенко. Доброе утро. Доброе утро. Здрасте, здрасте. Вы по адресу? Я вот, например, уже два занятия йогой освоила. Ну все, профи. И даже пыталась встать в позу ширшасана, но не встала. Татьяна, зачем это все? Татьяна, расскажи, почему ты пошла туда? Потому что меня прельстил переход из позы солнечного воина в позу собаки, но не освоен. Ты, наверное, спросить что-то хотела. Я? Нет, я хотела поговорить. А, я понял. У меня это был предельно конкретный вопрос, потому что мы тут, ну, естественно, там обсуждали и до того, как вышли в эфир. Какие качества, Марина, нужны человеку для того, чтобы вот он бац и там тряпочку ел, огнем плевался? Ты не путаешь ни с кем другим? Для этого не нужно никаких качеств. Для этого просто нужно прийти на занятия йогой и начинать заниматься собой, развивать свои способности, возможности. И не думать о том, что для того, чтобы заниматься йогой и осваивать какие-то практики, нужны какие-то особенные умения. То есть это зачастую останавливает людей, которые приходят на занятия, обычно говорят, вот сейчас я поправлюсь, сейчас у меня случится вот то-то, и там через 10 лет я обязательно к вам приду. И, к сожалению, чаще всего никто не приходит. А тряпочку или галстук ты и так можешь съесть. Да, я потом тебе покажу. Михаил, а чтобы не откладывать дело в долгий ящик, вы, может, нам продемонстрируете, так сказать, базовые навыки? Ну, а то, что на первом уроке вы все делаете. А Марина прокомментирует. Михаил раздевается. Вот так вот, с рептиз утром на 5. А я же вижу, что йоги, они такие худые, вот они вот, ну, еще худее, чем я. А тут все не так, оказывается. А тут прямо... Мягко скажем, не так. Ой, я хочу посмотреть внимательней. Это называется наули, это очень хороший массаж, самомассаж живота, внутренних органов. И для этого нужно минимум полторы тысячи скручиваний делать несколько лет подряд. Да, для этого нужно, по крайней мере, прессинг занять йогой. Ты все еще хочешь на статье? Можно? Ух ты, а это как называется? Это называется стойка на одной руке, но вообще мою расуна, да. А она что массирует? Тоже внутренние органы. Это очень хороший самомассаж живота, желудка, печени, внутренних органов. А Михаил правда сделал что-то такое особенное, за что он попал в книгу рекордов Гиннеса? Да, на самом деле Михаил у нас уникальный человек. Он попал в книгу рекордов Гиннеса, привнес свой вклад, так скажем. Он отжимается 126 раз из позиции стоя на руках. Вот так? Да, вот именно вот так вот. Ну, это несколько иная демонстрация. То есть сейчас он просто в стойке на руках держит гирю. В этой позиции он может ходить туда-обратно, спускаться по лестнице. А вот сейчас, я понимаю, будет отжимание на руках? Да, это очень экономит время. Производит впечатление на соседей. Можно так сказать с ребенком. Да. Так, это раз. Вот в такой позиции, стойки на руках. И вот так 120 сколько? 126. Это в течение часа. Через тело мы оказываем огромное влияние на свой ум. Ум становится более гибким, податливым. Мы больше можем рассмотреть в себе какие-то возможности. То есть у нас не существует такого, что вот я родился и обладаю уже какими-то сверхвозможностями и их демонстрирую. Их, конечно же, нужно развивать. Начинать надо с чего-то. То есть если есть какие-то возможности, развивая их, можно добиться чего-то большего и идти к этому шаг за шагом. А где границы, когда вы понимаете, что здесь уже невозможно? 300 лет возможно прожить? Или нет? Я уже вопрос задаю. Я уже давно. 300 лет, наверное, возможно. Но самое главное понимать, что неважно сколько лет возможно прожить. Может быть и всю вечность. Дело в том, что тело, оно не бессмертно, оно умирает. Вместе с телом уходит многое, но что-то остаётся. И нужно понимать, что это что-то, оно перейдёт в следующую жизнь. Но это уже несколько философские вопросы. Здесь кто-то может не согласиться, у кого-то другая точка зрения. Но вот с точки зрения именно индийской философии... Ну вот вы к чему стремитесь? Вот у вас есть конечная цель? У меня есть цель улучшить качество жизни и продлить свою жизнь. И прожить её здоровой и счастливой. Я не знаю, каждый день, каждый час, каждую секунду, думая о том, как здорово, что это есть. Я вижу гвозди, и Михаила, который готов, чтобы на него встала Татьяна. Да? Да что вы! Существует по всему. Пора! Готовлю я! Давай, Танечка. Михаил, вы что, позволите мне на вас встать? Да, я встану. Друзья. У Михаила нет микрофона, поэтому, видите, поэтому говорим мы. Мой звёздный час. Наконец-то. Я буду попирать мужчину и покажу свой новый ремень. Так. Ну, я хотя бы разуюсь, наверное. Да, ты разувайся. Я всё-таки человечный человек. Я... Ой, как вы галантный, Сергей. Ну, потому что на гвозди наступать, я думаю, тебе... Михаил, куда можно? Куда можно? Куда можно? Кадр попасть. Аккуратно. Ой! У тебя так... Очень искренне... Михаил, вы живая, потому что её только что уколол гвоздь. Боже, нет, это... Это очень страшно стоять на человеке, который стоит, лежит на гвоздях. Я могу сходить? Да. Та-дам! Фантастика. Слушайте, это даже как-то неловко прерывать. Я на какую... Давайте я вот между... А, ещё так можно ещё... Это не конец. Смотрите, я войду во вкус. У вас гвозди очень острые, вы можете потом после программы... Слушайте, там, да, там на самом деле... Там прямо можно? Двухсоточка? Двухсоточка, да, Серёж? Я становлюсь. Взглядом плотника. Ой. Всё, я слезаю быстро, я не могу больше. Да. Ты не доставила удовольствия сейчас Михаилу, потому что, я так понимаю, это часами они тебя занимаются. Так что, отойдя с Михаилом, я всё-таки доставила ему удовольствие. Наша необъятная родина. Пока вот здесь все переваривают гвозди, хочу сказать вам о том, что Анна Рудикова подготовила сюжет в очередную. В своём сериале «Внимание на старт. Утро детектива». Давайте посмотрим. Вернули нашего Серёжу, невидоизменённого. Доброе утро, Алексей, присаживайтесь. Хотелось узнать, как вы дошли до жизни такой? Вы знаете, в один момент моей жизни мне показали фокус. Меня очень удивили, и после этого мне захотелось... Вот этот момент, это два года, шестнадцать. Пять лет заметные. Нет, это было шесть или семь лет назад. Произошло это в нашем городе с вами, в Санкт-Петербурге. После чего я занялся этим делом как хобби. А потом профессия стала. А потом, да, незаметно, незаметно потихонечку. Это стало моей профессией, хотя по образованию у меня совершенно другое. Радиотехнолог? Нет, железнодорожник. А что за фокус-то был? На перстке какие-нибудь? Ну, практически. Серега испортил просто всё, как обычно, поэтому фокус не получился. Нет, Сергей ничего не испортил, просто это тоже, это такое, скажем, управление вниманием. Всё это было нужно для того, чтобы снять с Сергея просто-напросто часы. У нас это вышло. Я вам обязательно верну очень хорошие у вас часы. А вы посмотрите, какой там герб. Вы знаете, что это за герб? Да забирайте. Это сейчас будет мой вопрос вам. Посмотрите. Микки Мауса любит девочки. Нет, с другой стороны вы... С другой стороны. Вы что, Микки Маус? Это герб Парижа, сыну своё приготовил. В общем, выгравировал специально. Ну всё, у ребёнка не будет подарки. Всё-таки не уносительно. У меня был вопрос про детскую комнату милиции. Но здесь всё-таки, если речь идёт о даже неудорожном образовании, то как-то обошлось без неё. А сколько ещё фокусов вы сегодня принесли к нам в студию? Ну, покажу что-нибудь для зрителей, для вас. Так, я начинаю судорожно снимать серёжки, часы. Подождите, а вы всегда работаете в такой близости к людям? Конечно. Есть определённое направление в фокусах, так называемая микромагия. Это то, что показывается на расстоянии вытянутой руки. Это... С телевизора, конечно, смотрится не так, как вживую, но это показывает именно навык человека, который демонстрирует это искусство. Ну, допустим же. Ну, вот, например, монетка. Есть много разных трюков. Я встану, чтобы было поудобнее камерам и вам. Если следить за ней очень внимательно, можно заметить, как монета исчезает и появляется совершенно в другом месте. Давайте попробуем сделать это ещё раз. Итак, исчезновение. Конечно же, появление. Многие, я думаю, думают, что она где-то всё равно в руках. Это действительно так, она в руках. А где? Да, вы знаете, также пример такой. В жизни всех людей бывают падения, к сожалению. Но, к счастью, бывают и взлёты. Это очень приятно, хотя бывает это гораздо реже. И скажите, Сергей, вам понравилась монетка? Ну, монетка клёвая. Крупная, да, такая монетка, американская? Сейчас станет маленькой, что ли? Не-не-не, она действительно очень большая. Но с этой уже манипулировать просто опасно, я её уберу. Для здоровья. Наверное, впервые вы после номера не услышали аплодисментов. Да, это была ошибка. Хорошо, что нужно сделать для того, чтобы не лишиться тех драгоценностей, которые есть на нас? Нужно просто злить меня, не надо. Вот и всё, собственно. Я очень добрый, всегда возвращаю. Но только хорошим людям. Вам, Сергей, обязательно верну. Я не сомневаюсь. Качество необходимое. Я же сижу в этом двери здесь. Где вот та тонкая грань, которая отделяет гадалок на улице от настоящего фокусника? Работника микромагии. Ну, на самом деле, да, фокусник, работник микромагии, это такие термины, они не всегда уместны. А иллюзионист. Я склонен думать, что на самом деле это могут научиться сделать абсолютно все. Для этого не нужен талант, умение. Для этого нужно всего лишь навсего желание. Желание и много-много тренировок. Поэтому с этим не рождаются. Ну, а гадалки – это совсем другой раздел. Они-то всё это делают ради наживы. А мы это делаем ради реакции зрителя. Ради того, чтобы было приятно именно вам, уважаемые. То есть, получается, Александр, вам всегда нужно смотреть фокусы, потому что вы все знаете, да, как это всё делается. Или есть какие-то фокусы, которые вы говорите, о, а это как? Нет, такие фокусы, конечно, такие есть фокусы. Их очень мало, но я в первую очередь обращаю внимание на подачу. Мне очень важно, как человек показывает трюк. На это приятно смотреть всегда. Если это профессионально происходит, это здорово. А вот, знаете, мы подготовились тоже к приходу Александра. Тоже, знаете, здесь не шараж, а монтаж. Ольга Гутник силой мысли училась двигать жабу. Давайте мы посмотрим, как это у неё вышло. А потом спросим Александра, были ли у неё шансы на успех. У жабы? Которые это действительно умеют. Они не идут на телевизор двигать жабу. Они двигают к каким-то скотировке, да? Ну, они, я думаю, используют это в каких-то либо правильных, либо неправильных целях. Но явно не для того, чтобы выпендриться. Веселить. Хорошо, а действительно же, вот, ну, действительно, там, со времён фильма «Престиж» и всех замечательных книжек про того же Эмилия Кио, понятно, что в работе иллюзиониста чрезвычайно важен психологический контакт с публикой. Конечно, вообще психология – это основная часть фокусов, иллюзиях вообще в этом искусстве. Без психологии не будет получаться ничего, потому что настоящий артист, а иллюзионист, он должен вести человека от начала и до конца. Это всё должно происходить по определённой схеме, по алгоритму. И если этот алгоритм нарушится, то ничего у фокусника не выйдет. Ну, вот давайте, например, продемонстрирую. Также есть отдельный раздел психологии, называется он «Ментальная, интеллектуальная магия». Это трюки, которые получаются, к сожалению, не всегда, но в зависимости от того, насколько профессионален исполнитель, они, соответственно, и получаются в том или ином количестве. Вот, Татьяна, сейчас посмотрите на меня. Я вас боюсь. Я даже не буду мешать. Это ещё даже не трюк. Вот сейчас подумайте и назовите любое число от 1 до 10. А если я думаю о другом? Ну, об этом вы потом можете подумать. 9. 9, хорошо. А вы, Фёдор, тоже любое число от 1 до 10? 5. Отлично. Вот сейчас можно ваш телефончик попросить? А мой? Неприятно, конечно, но чего уж там. Нет, смотрите, я его не буду брать в руку, я просто сейчас возьму и вот на этом листочке, он абсолютно белый, ничего на нём нету, я кое-что напишу. А вас я попрошу сейчас зайдите в режим калькулятора на вашем телефоне, он где-нибудь, возможно, в утилитах, в офисе там, я не знаю. А я пока скрытно от всех кое-что напишу. Я сейчас забуду своё число. Не-не-не, вы про число можете уже забыть, оно было мне нужно лишь для того, чтобы определить характер. Я зашёл в калькулятор. Вот смотрите, наберите любое трёхзначное число. Отлично. Нажмите умножить. И сейчас пускай наберёт Татьяна любое двухзначное число. Верю в тебя, Танечка. А вас я попрошу, положите руку на этот лист сверху, пускай он лежит. Набрали, да? Да. И, соответственно, нажмите равно. Потому что моё двузначное число, вот такое. Равно, нажми. А сколько получилось? 17753. Вот знаете, человеку на самом деле, держите, держите руку, можно навязать какую-то одну маленькую-маленькую мысль, но самое главное, человеку навязать то, что потом можно использовать для своих каких-то целей. Вот согласитесь, вы могли любое набрать число, так же, как и вы. Вы набрали те числа, которые набрали, их никто не будет знать. Вот сейчас переверните и покажите, пожалуйста, калькулятор в камеру. Федя. И число тоже в камеру. Федя, это что? Федя, ты бегите, спасайтесь, люди. Узните Александра, убегайте, убегайте. Исключительно психология и больше ничего. Ну давайте, рассказывайте, раскрывайте секрет. Ну а скажите, вы умеете хранить секреты? Я, да, конечно. Я к числу, что у меня оператор умеет. Не-не-не, умеете хранить секреты? Да. Я тоже умею, поэтому ничего я вам не расскажу. Хорошо, а если я скажу нет? Нет, а я скажу, что умею. Понятно, хорошо. Еще какие-то будут у нас откровения? Ну, не знаю, хотелось бы рассказать, наверное, про вообще людей, кто этим занимается. Я считаю, что люди, которые начинают увлекаться фокусами, иллюзиями, это очень интересные личности, потому что никогда не будет хорошо получаться после часа, двух, трех, четырех недель, месяца подготовки. Усидчивость. Да, нужна усидчивость, старание, и в первую очередь, опять же, желание. Желание удивлять людей, получать вот эти вот позитивные эмоции. Собственно, я являюсь наркоманом позитивных эмоций, мне это очень-очень нужно всегда. На вашем сайте чего уж там написано, что вы умеете читать мысли? Читать... Вы нам это только что продемонстрировали. Нет, но это скорее было навязывание мысли, чем их чтение. Но что-то примерно... А вот, Сергей, вы назовите любое число от одного до десяти? Семь. Семь. Вот, смотрите, тут есть Татьяна, есть Федор. Так. А ты все о числах делаешь. А я семь, да. Семь, да? А Татьяна? Чего? Я не семь. Не-не, вы-то, понятно, не семь. А мне сейчас начинают что-то внушать или что? Так это уже сделано. Что я должен? Ну, кого вы выбираете из этих двух замечательных людей? Татьяну. Татьяна. Вот, Татьяна, какое его число сказали? Семь. Семь. Татьяна, вот посмотрите, сзади вас где-то там должен лежать какой-то конвертик. Да, лежит. А, заготовили такие, да? Ну, давайте откроем его и посмотрим, что же на этой карточке. Видите, действительно семь. Хотя вы могли выбрать Федора, у Федора там нету ровным счетом ничего. А готова была исключительно Татьяна. Не люблю я вот этого, честно скажу. Я вижу подвох и хочу узнать, в чем он. Да, решит знание тверд, придется Александру попытать. Нет, а сейчас на все подумают, сейчас скажут, да это все подстава, они договорились, там, на самом деле никакого договора не было, то есть я на самом деле абсолютно... Да, зрителям может так показаться, конечно, это то искусство, которое все-таки живьем нужно смотреть, а не по телевизору. Александр, хотя бы вот какая-то технология, там, с часами примерно понятно, да? С часами очень простая технология, побольше лапши на уши и часы у вас. Тактильный контакт. Да, именно, именно. Проще отнять. Но мне кажется, что здесь разгадка фокуса такая, что вот эти конвертики здесь по нашей студии где-то еще есть оставшиеся... Да, сказали бы вы восемь, вот мы подошли к замечательному оператору и достали мы из заднего кармана. Да, мы подошли к оператору и сказали, давайте достаем восемь. Да нет, конечно же, это не так, конверт всего лишь на всего один. И тут уже другое играет, играет именно невербальное программирование человека. Ну, я считаю, что вообще самые интересные фокусы те, которые показываются непосредственно с предметами зрителей. А мне кажется, те, которые показываются без нашего участия. Нет, вот я заметил, у вас очень красивое кольцо, я попрошу.